Трусость вот этого восхваляемого тобой Кадырова старшего и Кадырова младшего, вот тут она и выявилась. Человек порядочный, человек с правильными убеждениями, как вы говорите, с правильной Афридой, никогда не будет частью кадыровского муфтията. Никогда. И хочу обратить внимание на еще одного товарища с этого мероприятия. Это какой-то кадыровский директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации, главы и правительства, по-моему, вот так, в общем, очень длинная должность, и человека зовут его Аслан Абдулаев. Послушайте, что он сказал на это мероприятие, на чеченском я потом переведу. Мы не говорим о том, как он говорит Ахамад Аджин. Мы говорим о том, как он говорит, что вы говорите. Мы говорим о том, что в этом мире все. В том что мы говорим о том, что мы подчинем гриб, и с ними на тупой его родительской информации, и с вами на войне. Здесь он приводит слова Халида Минвалида, когда наступают трудности, точнее, когда приходит ночь, появляются звезды. А когда наступают трудности, то появляются достойные мужчины. То есть, смелые, отважные, достойные мужчины. И вот эти слова, на самом деле, это то, что против них. Они полностью противоречат этим словам. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на ту методичку, по которой он работает. Сначала подлизнуть Кадырову-старшему, затем подлизнуть Кадырову-младшему, затем сказать что-то плохое о ваххабизме. Вот такая вот у них методичка. Он изначально выходил с этой методичкой. То есть, он знал, что ему нужно будет сказать какие-то общие слова о произошедшем 23 февраля. Затем обязательно подлизнуть старшему, подлизнуть младшему и выругаться на так, ну, пресловутый ваххабизм. И вот здесь вот те слова, что он привел. Когда пришла трудность, как раз-таки в этот момент трусость вот этого восхваляемого тобой Кадырова-старшего и Кадырова-младшего, вот тут она и выявилась. Как раз-таки они-то не смогли пережить эти трудности, как их пережили Масхадов, Басаев, Гелаев и другие наши лидеры, предводители. Он не смог это так пережить достойно. Подняться в горы, сидеть в блиндажах, в окопах, воевать. У него не хватило на это мужества. Ведь эти слова, сказанные тобой, они как раз полное противоречие вам. Как раз-таки, когда пришла вот эта трудность, когда пришла война, тогда-то вы и не смогли, вы и не выдержали. Те, кто выдержали, те, кто смогли, они ушли на этом пути, ни на минуту, не повернув, не посмотрев даже назад. А тот, кого ты восхваляешь, он как раз-таки не смог. Когда пришла эта трудность, он просто перебежал на сторону врага и стал вместе с ним уничтожать свой народ для личного комфорта. Тем самым получая звезды, награды и деньги от России, от врага, напавшего на нас. Поэтому эти слова, сказанные тобой, процитированные тобой, точнее слова Халида бен Валида, это слова против вас. Это то, чему вы никогда не сможете соответствовать. То есть, это тот человек, сказавший эти слова, он был действительно мужественным, достойнейшим человеком. Да будет доволен им Аллах. А вы являетесь полной противоположностью этому человеку. И вот кощунственное то, что он в конце говорит, восхвалив Кадырова старшего, младшего, он говорит, что самой большой проблемой, угрозой, точнее, угрозой для этого мира, для нас является не советская власть, а ваххабизм, он говорит. И это, он говорит, 23 февраля. Это очень важно, внимание на это уделить. Обратите, посмотрите, 23 февраля, в день, когда советская власть совершила преступление, акт геноцида против всего нашего народа, он в этот день говорит, что эта советская власть, она не является такой угрозой для нас, как ваххабизм. Ваххабизм, пресловутый какой-то ваххабизм, который никуда нас не выселял, никого из нас никогда не убивал, на нас не нападал. Никаких бед непосредственно от так называемого ваххабизма у нас никогда не было. Если даже прибегнуть к их толкованию того, что произошло, то так называемый пресловутый ваххабизм, они на него возлагают ответственность за начало войны, что якобы они спровоцировали эту войну. Но спровоцировать и непосредственно убивать, угнетать, это совершенно разные преступления. Как можно было сравнить этот пресловутый ваххабизм, так ненавидимый вами, сравнить его вообще с советской властью? Я вспоминаю слова некоторых моих знакомых в Чечне, когда я еще был дома. Я помню именно про этого Аслана Абдулаева. Они говорили, он хороший брат, они мне говорили. Нет-нет-нет, Тумсо, он хороший брат, у него правильные убеждения, акида у него правильная, он просто шифруется, он не может говорить как есть. Но ты обрати внимание, он не говорит то, что говорят другие, он не лижет им там, он какие-то преступные заявления не делает, говорили они. А я тогда говорил, что он такой же, как и все, как и все остальные муфтиятовские моллы. И посмотрите теперь, во что превратился ваш Аслан Абдулаев, о котором вы так хорошо когда-то высказывались. Все они, все они одинаковые, все они друг другу братья. Человек порядочный, человек с правильными убеждениями, как вы говорите, с правильной Абридой, никогда не будет частью кадыровского муфтията. Никогда. Их разница лишь в том, кто больше преступник, кто меньше. Кто в большей части нечистота, а кто в меньшей части. Вот это вся разница. А все они однозначно являются преступниками и нечистотой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...